Усадьба, остров Барский пруд, природой дивный мир украшен. Недаром же творили тут Державин и Данила Кашин. В минувшие выходные в усадьбе Гребнева состоялся 12-й открытый фестиваль, рожденный Гребневской землей, посвященный выдающемуся музыкальному и общественному деятелю, композитору, пропагандисту русской народной песни и основоположнику отечественного фортепианного исполнительства, а также вокальному и инструментальному педагогу Даниле Никитичу Кашину. Детские и юношеские годы этого талантливого человека прошли именно здесь, в Гребневской усадьбе. Поприветствовал всех собравшихся на фестивале владелец Гребневской усадьбы бизнесмен Андрей Ковалев. Друзья, давайте вместе сделаем усадьбу Гребнева и Щелкова центром нашей страны. Кто за это? Я за. Всем спасибо, отдыхайте, наслаждайтесь и еще раз приезжайте почаще в усадьбу Гребнева. Участники фестиваля исполнили русские народные песни, в том числе композиции самого Кашина. Каждый участник получил диплом за участие в фестивале, а также памятный сувенир. В этом году мероприятие собрало на одной сцене 20 коллективов из разных городов Подмосковья. В фестивале принимают участие коллективы русской народной песни, ансамбли, фольклорные коллективы городского округа Щелково, наших домов культуры. Также приятно, что приезжают из других городов. Город Черноголовка сегодня у нас в гостях и город Фрязино. На фестиваль приехало множество гостей, как местных жителей, так и туристов. Для всех желающих экскурсоводы усадьбы провели маршрут под названием Гребневская тропа. Гости познакомились с историей усадьбы, узнали легенды и интересные исторические факты о ней, а также, конечно, подробности из жизни Данилы Кашина. Также на территории усадьбы Гребнева работала выставка народного костюма, а еще можно было угоститься ароматным чаем со сладостями в литературном кафе. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.